Итак, дорогие друзья, всем шалом! Шалом! Сейчас 8 часов как раз, и мы начинаем нашу сегодняшнюю встречу. Назовем это встреча. Хочу с вами поделиться очень полезными, суперполезными знаниями, которые могут улучшить жизнь, очень сильно улучшить жизнь. И основная тема сегодня будет это как больше зарабатывать. Кто хочет больше зарабатывать? Понятно. Да, значит, большинство людей хотят больше зарабатывать, потому что деньги – это большая свобода, деньги – это больше возможностей, деньги – это… Мы сегодня разберемся, зачем нужны деньги, как больше зарабатывать. Значит, я начинаю вовремя, вот как вы обратили внимание, начинаю вовремя, 8 часов. Хотя, хотя, есть люди, которые опаздывают. Вот кто чаще опаздывает? Ладно, кто часто опаздывает? Кто никогда не опаздывает? Так, значит, остальные что, они не знают? Получается, что остальные тоже опаздывают, да? Подняли руки те, кто не опаздывает, и единицы буквально. Все люди во что-то верят. Вот, все люди верующие. Каждый живет в какой-то системе координат, и даже тот, кто называет себя атеистом, он просто верит в систему атеизма, например. Да, то есть, люди верующие, все. Так, те, кто опаздывают, они верят в одну фразу. У них у большинства есть такая фраза, знаете, 15 минут не опоздание. Кто слышал эту фразу? Слышали? 15 минут не опоздание. Можно на вокзале сказать поезду, что 15 минут не опоздание? Самолету. Кто придумал эту фразу, что 15 минут не опоздание? 15 минут — это опоздание. То есть, но есть люди, они поверили вот в такую глупую фразу, что 15 минут не опоздание. И теперь из-за того, что они поверили в одну только фразу, в несколько слов, 15 минут не опоздание, они в жизни могут очень много из этого потерять. Почему? Есть люди, которые верят в другую фразу. Кто слышал такую фразу, что тот, кто опаздывает, тому нельзя доверять? Кто слышал такую фразу? Теперь представьте, встретились два человека. Оба хорошие, нормальные люди, ходят в синагогу, молятся. Только один верит во фразу, что 15 минут не опоздание. А второй верит в фразу, что тот, кто опаздывает, тому нельзя доверять. И он не верит, что 15 минут не опоздание, потому что 15 минут – это опоздание. Возможен между ними контакт, бизнес-контакт? Возможен? Нет, потому что это будет постоянная битва интересов. То есть он говорит, например, он, мужчина, говорит, что нельзя опаздывать, а она говорит, что 15 минут не опоздание. А где 15 минут, там еще 15 минут? То есть если в принципе 15 минут не опоздание, так все можно разделить по 15 минут. Раз 15 минут, два 15 минут. В общем, мы все живем в мире каких-то идей, и идея про опоздание – это просто одна из таких общепризнанных идей, которая оказывает огромное колоссальное влияние на жизнь человека. Те, кто опаздывают, у них одна жизнь, те, кто не опаздывает, у них другая жизнь. Причем, как вы думаете, у кого лучше жизнь? У тех, кто опаздывает или у тех, кто не опаздывает? У тех, кто опаздывает лучше, потому что вы опаздываете. Нет, потому что те, кто не опаздывает, они будут опаздывать. Вот, интересная идея тоже, да? То есть, лучшая жизнь у тех, кто опаздывает. Почему? Потому что они никогда никого не ждут. Всегда их ждут. Правильно? Лучше у них жизни. Но не всегда. Я вам скажу так, что качество жизни от этого параметра мало зависит. Это нельзя сравнивать. Это как сравнивать, что лучше, машина или черешня. Ну, машина или черешня, да? То есть, вопрос опозданий, он влияет на много разных параметров в жизни, но не на счастье. Счастье зависит от другого. Счастье зависит от другого параметра. От чего зависит счастье, как вы думаете? От чего зависит счастье? Но если мы все сведем к одному параметру, от чего зависит счастье человека? Что больше всего влияет на счастье человека? На счастье. Закрытые или незакрытые потребности? Не факт, потому что есть люди с незакрытыми первичными потребностями и счастливые. Есть люди со всеми закрытыми потребностями, и они заканчивают жизнь самоубийством, потому что у них уже все закрыто, да. Счастье тоже помнят, почему? А есть постоянность? Тоже нет. А есть постоянность на сколько? Вот смотрите, счастье зависит больше всего от одного параметра. Способ мышления. То есть каждый человек, он все время постоянно мыслит, и у него в голове постоянно идет оценка жизни, оценка ситуации, принятие решений. Теперь счастье это состояние, которое вырабатывается в момент, когда ты доволен ситуацией, доволен своей жизнью, доволен тем, что происходит. Теперь это способ мышления, потому что, например, мы сейчас перейдем чуть позже, я сейчас пока так общие даю вещи, жду тех, кто верит, что 15 минут не опоздать. Ну так, они придут, середина лекции, они скажут, что... А они думали, что вы тоже были надеяны? Сто процентов. Я вам скажу, хотите я вам открою тайну? Я вот кроме лекции начинаю всегда вовремя. В остальных случаях я опаздываю. Почему? Потому что главное для вас это дело. Нет, тоже нет. Потому что у меня так выстроено мышление. То есть я в... Лекции это работа. То есть я когда-то понял, что если начать лекцию не вовремя, то те люди, которые никогда не опаздывают, они сидят вот каждую минуту, что я опаздываю, они злятся. И я, например, жду тех, кто опаздывает или сам опаздываю. И в этот момент примерно 30% аудитории, я еще не начал говорить, а они уже против меня. Я, когда я это узнал, я думаю, ну так невозможно. Надо начинать вовремя. И я все время начинаю вот с этой истории про опоздание. Я уже лет 10 вот прям начинаю все свои лекции с этой истории. А я скажу, что они приходят? Ну это самые вредные люди. Нет, они не вредные, я неправильно сказал. Приходят, они просто вот верят в это. Я вот еще, еще эту мысль сейчас хочу что-то донести. Каждый из нас живет в мире своих убеждений, в мире своих представлений о том, как все работает. Каждый из нас живет в мире, как надо поступать, что надо хотеть, что такое хорошо, что такое плохо. И мы всего этого набрались. Здесь с детства, как есть известная история, крошка сын к отцу пришел и спросила кроха. Что такое хорошо, что такое плохо. И дальше этот папа. А кто был этот папа? Неизвестно. Вообще неизвестно. Который объяснял ребенку, что такое хорошо, что такое плохо. Но ребенок, он не фильтрует, он впитывает, впитывает, впитывает. И дальше у каждого из нас в голове образуется некий набор правил, принципов, каких-то желаний, потребностей и так далее, которые постоянно прокручиваются автоматически. И человек потом получает в жизни результат той системы координат, которая у него в голове находится. Теперь мы находимся в святом месте, в Синагоде, Бэтмидраж, вот это все книги, это Тора. Значит, мы все пришли в Тору, кто-то, может быть, единица, которые уже родились в Торе. Я сейчас расскажу, как я пришел к Торе. И плавно мы перейдем к Мишли, потому что я считаю, что книга Мишли, притча царя Соломона, в ней собрана концентрат, просто концентрат мудрости Торы, но именно житейской мудрости. Вот если вставить книгу Мишли в голову, то просто все будет работать идеально. Это просто вот как идеальное программное обеспечение, как операционная система. Но вставить ее поверх того, что было уже когда-то, очень сложно. Почему? Потому что то, что уже человек помнит, уже забыть нельзя. Я вот не помню, какие песни были в последнее время популярные. Я слышал когда-то песню такая, о боже. Вот. Зачем вам эта песня? Вот реально, зачем эта песня? Она же не нужна. Она вообще не нужна. Но человек послушал какие-то песни. Я помню с детства, я обычно спрашиваю в старших аудиториях, взейте с кострами. Кто помнит, что дальше? Синие ночи. Синие ночи, да. Мы пионеры. Вот. Старшее поколение эту песню помнит. То есть мы ее пели когда-то в детском саду, там, в ладерях пионерских. Это было 30-40 лет назад. И эта песня не имеет отношения практически ни к одному современному человеку. Но у человека в голове столько вот этих каких-то мыслей, идей, которые вообще ему не нужны. Причем, что интересно, когда вам кто-то говорит какой-то бред вообще. Вот. Ну, бред, бред. Вот вы именно этот бред запоминаете. Вот вообще, вот когда вы удивляетесь, думаете, ну, как можно такой бред сказать. И вы еще кому-то это пересказали, то этот бред остался у вас в голове. И он мешает мышлению. То есть он формирует какие-то решения. Он влияет на всю дальнейшую жизнь. Представляете? Это очень удивительно. Теперь, значит, я вот сейчас я себя прям чувствую, как когда-то, когда я приехал в Москву. Я приехал в Москву где-то был год 95-96. Мне было 23 года примерно. 22-23 года. И я вот был напомнен какими-то непонятными вообще идеями, мыслями. Я был спортсмен. И у нас я был в сборной СССР по легкой атлетике. Был профессиональный спортсмен. Я с 5 лет. Вот вся моя жизнь была связана со спортом. И я до сих пор помню, например, в сборной СССР была такая поговорка. Вот у нас была прям, ну, такая одна из основных идей. Звучала она так. Нет большей радости, чем неудача товарища. Я верил в это. То есть это реально в сборной СССР. Почему? Потому что когда ты тренируешься, и ты проигрываешь. Не в командном виде спорта, а в индивидуальном. Ты проигрываешь, а твой товарищ выигрывает. Что ты в этот момент чувствуешь? В смысле? Ты проиграл, он выиграл. Что ты чувствуешь? Зависть, обида и так далее. А если ты выиграл, а он проиграл? А если ты проиграл, то ты хочешь, чтобы он выиграл? Нет. Вот, нет больше радости, чем неудача товарища. Все. Теперь и вот эти все убеждения. Меня привели в Москву в 23 года. И я пытался выстроить свою жизнь. Но это то же самое, как строить дома. У тебя из материала одна солома, такая очень непрочная. То есть, каждый человек старается выстраивать свою жизнь. И каждый человек при этом пользуется какими-то схемами, моделями и идеями мышления, которые... Как узнать, кстати, работают они или не работают? Как узнать? Вот у каждого из нас есть программное обеспечение в голове. И мы хотим проверить качество этого программного обеспечения. Как узнать, какой тест можно провести, чтобы узнать, насколько качественное мышление у меня в голове, например, на тему денег. Как проверить? Или посчитать, сколько денег. То есть, ты считаешь, сколько у тебя денег, и ты понимаешь, что мое мышление о деньгах дало мне вот результат. Вот тест закончен. Как проверить мышление о здоровье и о спорте, о силе, о теле? Как проверить? Посмотреть в зеркало надо. Все, ты видишь. Вот результат. Вот я умный, я такой, знающий. Вот мои мысли, вот они мне дали вот этот результат. Как проверить знания свои и качество своего мышления о коммуникации, о друзьях? Посмотреть на друзей. Все, вот это вот простой тест, простая проверка. То есть, у каждого из нас есть наборы вот этих мыслей, и они приводят к каким-то конкретным результатам. Причем проводят системно. Тот, кто наступает на грабли, он будет на них наступать, пока грабли не сломаются. То есть, или же он должен понять, что надо идти по-другому, надо включать по-другому, надо каким-то образом что-то сделать, чтобы не повторять то, что ты делал. Но обычно человек, когда наступает на грабли, что он делает? Он начинает ругаться на того, кто поставил эти грабли. Он говорит, какой дурак здесь поставил грабли. Убирает грабли. Потом он идет, и что дальше происходит? Опять натыкается на другие грабли. То есть, все причины того, что происходит в жизни человека, в нем и в его мышлении. Теперь я, когда приехал в Москву, я, вот, в общем, у меня по всем тестам был минус. По всем. Деньги, здоровье, друзья, отношения. Все было в минусе. И я, значит, пришел в синагогу. Я еврей. Пришел в синагогу на Архипова. И говорю, значит, пришел туда и говорю, научите меня, как мне с Богом поговорить. Я хочу с Богом поговорить, узнать, почему мне так не везет. То есть, я не понимал, что это не то, что мне везет, не везет. Причина во мне. Я не понимал. Мне казалось, что Бог как-то несправедливо распределяет ценности. Почему Он именно кому-то дает, мне не дает. Может быть, Он просто не знает, что я есть. Я попросил прямо конкретно. Пришел на Архипова, говорю, научите меня молиться. Хочу с Богом провести беседу, чтобы Он меня как-то заметил. Мне говорят, что, ты знаешь, у нас, у евреев, всему надо учиться. Есть колель, где изучают, как молиться. И послали меня на Лучников переулок. Тогда не было Улами, не было еще Стар, тогда Старс программы. Тогда была Турад Хаим на Лучниковом переулке. Это было, можно сказать, первое место в Москве. Там 95-й год, может быть, вот так. Где для студентов, для еврейских студентов обучали Тури. Я пришел туда, говорю, знаете, вот, я у меня в жизни все не складывается. Хочу понять, почему, научите меня, как молиться. Они говорят, отлично, еврей, еврей, документы покажи, показал. Они говорят, мы тебя научим, только приходи. Я думаю, вообще, какая идеальная ситуация. Значит, я не знаю, сколько сейчас платят стипендию в таких организациях. Платят? 100 долларов. Сколько? 150 долларов. 150, потому что уже, ну, количество увеличилось. Тогда были единицы, и мне платили 200 долларов. И я должен был, утром я, по-моему, приходил, или днем я приходил. В общем, я приходил несколько часов в день в такой колледь для студентов. И меня научили молиться. Вот я как сейчас помню, мне объяснили. Вот молитва, шмонаэстре, значит, вот тут надо молиться, вот тут вставлять личные просьбы. Там есть специальное место, куда вставлять личные просьбы. А из-за того, что я был спортсменом, то в спорте все очень конкретно. То есть ты молишься, ну, то есть когда ты в спорте, в профессиональном, ты хочешь стать первое место. Я не видел никого, кто бы молился за второе место. То есть ты молишься в спорте, целишься на первое место, но потом получаешь или второе, или третье, или не получаешь никакое. Но все, кто профессионал, они хотят быть первыми. То есть они прям реально стремятся быть первыми. Я когда начал молиться, я тоже вот это у меня было очень классное качество из спорта, и оно у меня осталось на всю жизнь. Это одно из самых важных качеств в жизни. В Торе это звучит так, что тот путь, по которому человек хочет идти, его ведут. То есть в Торе есть такое выражение, что И очень важно человеку знать точно, куда ты хочешь идти. Включается совершенно другая реальность. То есть когда ты точно, ты не просто приходишь в синагогу и говоришь Господи, сделай то, что для меня лучше. Но ты есть, у тебя и так все хорошо. С точки зрения Всевышнего, Он дал каждому из нас все, что нужно. То есть Он так управляет миром, что все так работает четко и отлажено, что каждый сегодня получает то, что конкретно заработал своими вчерашними мыслями, действиями, поступками, желаниями. То есть все учитывается. И сегодняшний день это конкретное отражение, конкретный результат вчерашнего дня, позавчерашнего, того, что было месяц назад, ну и так далее. Вплоть до момента, есть известная история, когда один призывник, в армию его призывали, и он стоит, получает форму военную, в сапоге форму военную. И говорит такой, вспомнил, говорит, Господи, говорит, я в пять лет об этом молился, чтобы мне дали военную форму. Почему сейчас? То есть он в пять лет хотел, знаете, как мальчики хотят военную форму, но он настолько сильно хотел, что реализовалось в 18. Он говорит, я уже не хочу, но бывает, что твои старые какие-то мысли, желания и слова, они через время, через время тебе возвращаются той реальностью, в которой ты сегодня находишься. И ты можешь об этом не помнить, но ты в какой-то момент так сильно чего-то хотел, или так сильно что-то сказал, что оно там включилось на небе, и ты потом только получил результат. Значит, я начал молиться, и после спорта, когда я перестал тренироваться, у меня была одна цель. Я вот сколько себя помню, после спорта, да, я хотел заработать деньги. То есть если человек в спорте, он хочет стать чемпионом, то человек в жизни есть очень большое мерило такого влияния и успеха, это деньги. То есть так устроено наше общество, не только наше, весь мир так устроен, что человек, у которого есть деньги, у него есть влияние. Даже любая часть Рэбе, который был великий человек, он говорил, что вот он обращал внимание на тех, у кого есть деньги. Почему? Не потому, что он считал кого-то лучше, кого-то хуже. Потому что у них было большее влияние на окружающий мир. Когда у человека есть деньги, он может больше повлиять. Если он, как Рэбе, повлияет на кого-то, сделает религиозным по-настоящему кого-то, кто очень богатый, он потом сможет своими деньгами помочь тысячам-тысячам людей. Поэтому он уделял внимание именно вот этим, у кого были деньги. Не потому, что он их там как-то боготворит, но что-то он... Просто это правильно было. Теперь, значит, я после спорта поставил себе цель стать богатым. И у меня была такая цель. То есть я реально этого хотел. Почему я этого хотел? Опять же, в детстве каждый из нас читал какие-то книги, брал себе какие-то примеры. Есть такая теория в психологии, что жизнь человека – это как сценарий, который он себе написал в детстве. Что в детстве каждый человек себе... Ну и ребенок же он маленький, ему вся жизнь кажется как игра, как сказка. И он в этой сказке... У кого-то эта сказка какая-то с какими-то злыми волшебниками, у кого-то с феей там, с доброй. У кого-то он себя считает колобком, который от всех убежал. А кто-то себя считает... Ну, кем еще себя считает? Ну, кто-то кот ученый, кто ходит по степи кругом. Разные. У каждого человека в детстве были свои любимые сказки. И у меня в детстве была книжка любимая, которая называлась «Золотой теленок и 12 судей». Кто читал эту книжку? Ну, сейчас она менее популярная, да. Я ее прямо, наверное, лет с 10 я ее прочитал раз 30, наверное. Может, и больше. То есть я ее до сих пор читаю. Ну, вот когда мне интересно, ну, что-то хочется посмотреть. Я до сих пор ее открываю. Там главный герой, у него была цель, он был еврей. Этот главный герой, Остап Бендер, он был еврей. И у него была цель миллион долларов. Миллион он хотел рублей тогда, да. Миллион рублей. И он просил этот миллион на блюдечке с голубой каемочкой. То есть он хотел миллион и сразу. И из-за того, что это была... У меня была эта идея. У меня была эта идея. И интересно, что вот у меня сегодня одна девочка, 15 лет, и она спросила, вот как мне выбрать жизненный путь? Я ей посоветовал прочитать книги, биографии хотя бы там пяти людей, которые ей нравятся, чтобы посмотреть, как эти люди, которые ей нравятся, их конечная точка, как они к этой конечной точке пришли с детства, с молодости. Потому что когда у тебя есть, ты знаешь, вот я бы хотел жить, как он, например, да, или как она. Теперь, когда ты знаешь, как он дошел до этой точки, у тебя появляется понимание, как тебе строят твой жизненный путь. Такой я ей дал совет. Но у меня на тот момент, у меня другой книжки не было. У меня было две книжки. Одна называлась «Золотой деленок 12 уля», вторая называлась «Преступление и наказание». Но я думаю, что слава богу, что я выбрал «Золотой деленок 12 уля». Кто не знает, в «Преступление и наказание» главный герой зарубил старушку. Он хотел тоже стать богатым, но он выбрал себе метод, значит, зарубить старушку. Слава богу, что я не выбрал эту книгу как пример жизненного пути. В общем, я, когда пришел в 23 года в синагогу, в Лучников переулок, мне научили молиться. Я сразу же в молитву вставлял конкретную просьбу. Я так посчитал, что миллион, ну, это много. То есть я понимал, что миллион – это долларов. На тот момент я студентом, 23 года, безработный. Я даже не студент был, я был безработный. Вообще без ничего. Вот у меня ничего не было вообще. И жил у каких-то дальних родственников. Работу я не мог найти, потому что я при этом был очень амбициозный, очень наглый. И считал, что я умный. И когда я находил работу, я начинал умничать, меня увольняли. То есть у меня было... Ну, а один человек, у которого я после спорта, это была моя первая работа. И он, когда меня потом выгнал, потом он меня встречал где-то в 19-е годы. И он меня вот так видел. Тоже евреи такие, очень умные. И он спрашивал, о, говорит, тебя еще не убили? Ну, что с такой системой координат, он как бы предполагал, что я где-то нарвусь. И это меня именно Бог спасал, я думаю, что за будущее. То есть для Бога же нет прошлого и будущего. И Бог же знал, что я потом стану религиозным. Поэтому он меня как-то, ну, вытаскивал из каких-то ситуаций. Я молился не за миллион, я молился за 200 тысяч долларов. Конкретно я молился за 200 тысяч долларов. Я считал, что, ну, миллион это чудо, а 200 тысяч это как-то, я еще представлял эту цифру. Ну, вот как я... Она была для меня более реальна. Я молился, и Рав Александр Айзенштадт, он был тогда главой этого центра. И он... А он мне все время подходит и говорит, ну, говорит, надо же еще сделать обрезание. Я говорю, вы знаете, говорю, Рав Александр, ну, я говорю, давайте подождем. А почему давайте подождем? Потому что в книге «Золотой теленок», как раз в книге «12 стульев» там была такая тоже идея. Когда они пришли просить у одного там человека, монтера Мечникова, стулья, то монтер Мечников, он сказал фразу, которая для меня стала вот... Ну, я ее помню там, и она для меня стала одной из моих жизненных установок. Фраза звучит так. Утром деньги, вечером стулья. Значит, а Астабендер спрашивает, а можно, говорит, ты мне дай стулья, а я деньги завтра? Он говорит, можно, но деньги вперед. И я в эту фразу до сих пор, кстати, интересно, как наша жизнь складывается из каких-то вот идей, которые мы когда-то подхватили. Я до сих пор беру оплату, только по предоплате я работаю. Утром деньги, вечером стулья. Неважно, какая организация, насколько там человек такой. Я говорю, у меня такое правило. То есть, мы же честный опыт, честный. Я говорю, но деньги вперед. Все. И вот Арам Александр ко мне подходит, говорит, надо же делать обрезание. Я говорю, давайте подождем. То есть, я со Всевышним уже в коммуникации, вы меня научили молиться, все отлично. Но давайте подождем результаты. Я прошу конкретную сумму, значит, мне надо как можно быстрее. И я прям для себя так и решил, что если Всевышний слышит молитву, если оно так работает, то я вам скажу, не всем надо использовать. Тут есть, я прям сегодня, когда готовился к уроку, мы сейчас дойдем до конкретных схем из Мишли, связанных с деньгами. И я вам скажу, почему бывает, что человек все делает и не получает. Я вот сегодня, у меня прям был такой, ну прям инсайт, вот прям буквально полчаса назад. Как бывает так, что человек выполняет все сгулот? Такое редко бывает, но бывает, что человек выполняет все сгулот, отделяет массы R. Там вот все, что он знает, он делает, а денег не видит. Почему? Я сегодня нашел ответ. Значит. Ну я искренне от всего сердца просил, в нужный момент молитвы давал деньги на ЦДКУ и так далее. В общем, прошло где-то два месяца. Два месяца прошло, и я начал зарабатывать тысячи долларов в день. Вообще вот просто с неба. Я до сих пор могу сказать, что это не было никакой моей заслугой, что это была чисто молитва. Вот просто молитва сработала, и я начал зарабатывать. И что? И все. Все. Меня больше Рав Александр не видел. То есть, что интересно, это тоже свойство психики. У человека есть такое свойство быть неблагодарным. Причем это самое главное церара еврейского народа. Мы называемся народ иудим. Иудим это от слова леодот, быть благодарным. И самое главное качество это благодарность. Значит, я начал занять, работать, нету времени и так далее. В общем, год это продолжалось. Но я же кроме перестал молиться, перестал соблюдать шаббат, обрезания не сделал. То есть, я полностью не выполнил свою сторону договора перед Всевышним. И через год, прошел год, я все потерял. Вот все, что у меня было, вот как оно пришло, вот так вот, с таким волшебным способом. Ровно через год у меня все ушло. Прям вот моментально. Причем, очень это был тяжелый процесс. Потому что, ну, когда ты там, у тебя ничего нет, это одно. Ты всему радуешься. Потом, когда у тебя уже появляется, и ты опять возвращаешься туда, где ты был, то ты страдаешь. То есть, это так устроено. И я очень сильно страдал, переживал. Но я уже прямо побежал в синагогу. Я говорю, срочно мне делайте обрезание. Все, я все понял. Значит, ну, а я очень быстро учусь. То есть, это, я считаю, мой самый главный, лично мой единственный талант, что я быстро учусь. То есть, я не уперто двигаюсь в каком-то одном направлении. А если я вижу, что что-то, ну, вот, я делаю не так, то я сразу включаю заднюю, все, шува, раскалывался, и начинаю действовать по-другому. То есть, умею менять свои пути и учиться новому. Все, я сделал обрезание, но я тут понял такую вещь, что Тора – это набор правил конкретно. Если ты какое-то правило нарушаешь, если ты действуешь неправильно, то у тебя будет по-любому пробой в жизни. А я правил не знал. Я тогда решил, что я должен поехать в Иешиву. У меня был план, что я где-то за месяца-два я освою все правила. То есть, я буду знать вот именно правила движения по жизни. И я уже увидел, что система работает, молитва работает, Всевышний слышит молитву, он хозяин мира, он всем управляет. То есть, ну, все работает, но я не знаю правил игры. Жизнь – это как игра такая, где ты все время принимаешь решения, действуешь, набрал баллы, потерял баллы, тут ты получил, потерял и так далее. Я поехал, думаю, сейчас я, значит, выучу за два месяца правила, пойму, что надо, как делать. И уже вернусь обратно и начну сейчас тогда зарабатывать. То есть, цели у меня остались прежние, желания остались прежние, я просто хотел получить инструменты для их реализации. Теперь приехал я в Израиль и сел в Иешиву и начал учиться. Вот Иешива в Арсамеах, я, значит, приехал, сел и начал учиться. А очень важно, что каждый из нас состоит из набора навыков, набора привычек, набора каких-то схем. У меня была из спорта такая схема, что если у тебя есть цель, и ты хочешь ее достигнуть, то ты в спорте, как профессиональные спортсмены, они вот от всего отказываются на период тренировки. То есть, у тебя есть соревнования, ты должен подготовиться, и ты прямо вот посвящаешь себя, свою жизнь вот этой цели. Я совершенно спокойно сел в Иешиву, отключился вообще от всего мира, и, значит, сижу с утра до ночи, учусь, все учу наизусть, вообще не отдыхаю, не вообще, вот просто как машина, значит, все учу наизусть, и буквально я уже через там месяц-два я уже Талмуд учил, но почему я, как я учил Талмуд, я помню, Кедушин, это была первая Агмара, вот я прямо наизусть выучил Мишну. Первая страница, каждое слово подписано карандашиком, что оно значит. Вторая страница, уже меньше слов подписано карандашиком, что оно значит. И если большинство просто проходили эту страницу, и шли дальше, я не, значит, повторял, 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 по сто раз повторял. То есть, главное не то, что ты понял, а главное, что у тебя внутри осталось, что ты запомнил, и ты потом сможешь это применить. В общем, я начал Читору, и тут произошло в жизни, у меня, считаю, самый счастливый момент в моей жизни, это был в Иешиву Орсамэх, пришел такой, был великий праведник Равицких Зильбера. Был такой великий вообще, это был человек, который для меня, вот он стал как началом нового этапа в жизни. Потому что мы все берем примеры с каких-то людей. То есть, так устроено мышление человека, что ты не можешь захотеть то, что ты не видел, или не слышал, или не знаешь. То есть, никто из нас не может захотеть что-то из, там, вот, я даже не знаю, знаете, как есть? Вот это вот то, что человек знает. Вот это я знаю. Я знаю. Вот тут есть я знаю, что я не знаю. Вот тут не знаю. И ты на границе. Вот кто знает, что не знает китайский язык? То есть, а кто знает, что есть такая страна Буртина-Фасо? А кто не знает? Первый раз, кто слышит? Значит, те, кто первый раз услышали о Буртина-Фасо, они до этого момента даже не знали, что они не знают язык Буртина-Фасо. Вот тут вот есть Буртина-Фасо, о котором они не знали. И они даже не знали, что есть какой-то там язык этого Буртина-Фасо. То есть, они жили... Сейчас, те, кто знают про Буртина-Фасо, они знают, что они не знают, где эта страна. Логично? А те, кто знали про Буркина-Фасу, они просто не знали, где эта страна. Теперь, пока я не увидел Равицка-Газильбера, я не видел, что такое человек Торы, что такое цадик, что такое человек, который вообще не связан никак с этим материальным миром, в котором все соревнуются, все бегают, все какие-то. То есть Равицка-Газильбер, он жил совершенно в другой реальности. У него был единственный вопрос в жизни, это что от меня хочет Бог? И он взаимодействовал, то есть у него было прямое взаимодействие, он Всевышний, все. И весь этот мир, это просто инструмент его связи со Всевышним, и он, вот, например, от чего он был счастливый. Я вам одну короткую историю расскажу. Он занимался, один из видов, деятельности, которой он занимался, что если муж евреи развелся, со своей женой разошелся, и он не дал ей нет, разводное письмо, то она не может выйти замуж. И он искал этих мужей, которые вообще про этот дед и слышать не хотели, и он добивался, чтобы они дали этим женщинам дед, чтобы они могли выйти замуж. Причем абсолютно женщины, которых он никогда не видел, не знал. То есть просто он каким-то образом узнавал, что где-то есть женщина, которая разошлась с мужем, и муж ей не давал дед. И он начинал искать этого мужа. Такая как, ну вот, не хобби, его жизнь в этом была. И вот ему сказали, что живет, есть муж какой-то из Ташкента, и его жена, которой нужен дед, она живет в Гилло, в районе Иерусалима. Но больше Света из Гилло, Света из Ташкента он знал, что это Света из Ташкента. И он каждое утро заходил в автобус и кричал, кто-то знает Свету из Ташкента. По-русски кричал, но Света же из Ташкента, значит, автобус в Иерусалиме. Проезжает остановку, выходит, садится на другой автобус, кто-то знает Свету из Ташкента. И так он три дня, с утра до вечера, ездил в этих автобусах, пока не нашел эту Свету из Ташкента и не дал ей дед. И когда он ей дал дед это, то рассказывает эту историю, книжка про него называется, «Равыцкак рассказывает». Это Равы Вуда Гордон рассказывал. Он говорит, когда он нашел эту Свету из Ташкента, он счастливый был, он просто прыгал до потолка от радости. Он вот просто, это был его кайф жизни. И я его увидел, и он реально, это был самый счастливый человек, которого я вообще когда-то видел. Самый счастливый, самый честный, самый веселый, самый умный, самый-самый-самый. Я думаю, вообще, вот эта тема, это лучше, чем спорт, это лучше, чем деньги, это лучше, чем вообще все. То есть, вот способ жизни, который дает невероятное счастье, близость к Богу, и где все зависит только от тебя. То есть, в Торе, в духовном русске, все зависит только от одного человека, только от тебя. У тебя всегда есть, кому помогать, у тебя всегда есть, что учить, у тебя всегда есть заповеди вокруг, У тебя всегда есть у кого поучиться, потому что те, кто любят Тору, они когда знают, что у кого-то, сегодня сюда приехал Равин, я его не знал, я увидел его знание Торы, Равкоин это, да, я просто сидел, не мог оторваться, вот просто это какое-то вообще уникальное вообще было знание, я давно не видел вот этих вот именно знающих. Задал ему один вопрос, он мне вообще такой вопрос открыл, просто в Торе ты ни от кого не зависишь, Равыцкак он был в тюрьме, там три года сидел в тюрьме, он и в тюрьме, тут он шаббат соблюдает, тут он песок надо организовать, не читали книжку, вот, чтобы ты остался евреем, не читали? Читали, в общем, кто не читал, почитайте, я его увидел, я у него учился пять лет, пять лет я был, можно сказать, очень счастливый человек, хотя учился в Ешиве, у меня не было денег, у меня была очень такая внешне по всем параметрам сложная жизнь, там без спорта, без денег, без ничего, Ешива, заповеди, все, и потом он умер, он умер, и в этот момент, а есть такой закон, с кем поведешься, от того и наберешься, то есть ты все равно вписываешься в окружение, если у тебя вот нет рядом вот этого источника, который, ну, святость, да, вай-фай такой, который передается от Всевышнего, то есть садик это как вай-фай, который передает вот этот божественный свет прямо от Всевышнего, и тут он исчез, нет интернета, то есть представьте, без интернета, как же, и ты такой думаешь, а что делать, вот представьте, у вас сейчас забрать интернет, что вы будете делать? Печально, но ты должен сам в этот момент думаешь, у меня сегодня где-то час не было интернета, я реально сижу, думаю, ну, я вообще ничего не могу делать, то есть вот у меня компьютер есть вроде, все есть, интернета нет, я понимаю, насколько я завязан на связь вот через интернет с миром, и буквально час я прямо не знал, что делать. Хорошо, значит, он умер, я начал дальше искать какую-то систему опоры, начал я искать систему опоры, работа, деньги, семья, здоровье уже там, мне было тогда лет 35, уже может быть. Я работаю тренером, то есть я в 33 года получил диплом тренера, начал обучать, тренер, коуч, зарабатывает там и так далее, в общем, все это я делаю и молюсь, молюсь Всевышнему, значит, конкретика у меня осталась. Вначале я молился за, ну, я все время поднимал молитву, то есть я молился за, там, одни суммы, вторые суммы, третью сумму, четвертую сумму, то есть молился, все время поднимая сумму, у меня даже был такой лайфхак, что я, так как я понимал, что я сам не делаю все, что Бог требует от нас, ну, мало, нет царя, который бы не грешил, сказал царь Соломон, так я понимал, что раз я не доделываю, так Всевышний мне не додаст. Так я молился, просил намного больше, чем рассчитывал получить, то есть думал, ну, я прошу много, но да, хоть 10% я уже доволен, так у меня был лайфхак. Значит, молился, молился, но потом я понял, что этого недостаточно, то есть для того, чтобы опять я вернулся к целям больше зарабатывать, значит, занять там лучшее положение, хотел я, так как в спорте я хотел стать чемпионом мира, а также в профессии я хотел стать лучшим на постсоветском пространстве, попасть в десятку, я себе ставил цель, я понял, что молитва, работа, этого не хватает, то есть нужна еще какая-то система. Я, значит, как я вышел на Мишли, как я вышел на Мишли, я читал одну из книг, я постоянно изучал свои профессиональные книги по тому, как в моей профессии, коуч-тренер, как быть лучшим в своей профессии. И вот я в одной из книг нашел, что пишет один человек такую историю, значит, он пишет, вот он, этот человек был мультимиллионер, продюсер, там, голливудский продюсер один, не еврей. И он пишет такую историю, что я после окончания института за год меня выгоняли 9 раз с работы, с 9 разных работ меня выгоняли. И я, говорит, просто, ну уже не знал, что делать, вот профессия есть, но меня с работы выгоняют. И вот я, говорит, пришел там к священнику самому в Америке, к не евреевну, и этот священник говорит, что, ты знаешь, давай с тобой поспорим на 10 тысяч долларов. Я тебе говорю, что если ты год каждый день будешь читать по одной главе из Мишли, из притчи царя Соломона, то ты станешь миллионером, я тебе гарантирую. И этот человек пишет, я год читал, через год, я думал так, что даже если я не стану миллионером, 10 тысяч долларов я получил. В то время 10 тысяч долларов, это можно было дом купить в Америке, там, 60-70-е годы. И, значит, я через год уже открыл свою компанию, начал зарабатывать, в общем, в итоге он там заработал сотни миллионов долларов. Я думаю, Всевышний, он же с нами разговаривает, то есть Всевышний, он все время, все, что в жизни с человеком происходит, это Всевышний. Это не, ничего в этом мире не может двинуться без воли Бога. Ничего, то есть Бог, он дает конкретно много замыслов в сердце человека, а замысел Всевышнего, он исполнится. Значит, все, что происходит в жизни каждого из нас, это производное из того, что мы, каждый для себя думает, ставит цели, решает, делает. И решение Всевышнего, что надо этому человеку дать в ответ на его вот эти желания и действия. Я думаю, это мне Всевышний дал сигнал. То есть вот конкретика написана. Значит, читай каждый день по главе Мишли и через год будешь миллионером. Я думаю, отлично. Я начинаю конкретно каждый день по одной главе. 31 глава в Мишли и 31 глава, каждую главу, если ее просто прочитывать, это 10 минут. Но оно, честно сказать, что если просто прочитывать, не помогает. Не помогает. Вернее, это помогает, это заслуга изучения Торы, это вырабатывает усидчивость. Ты все равно получаешь какую-то мудрость. Но там такая глубина есть, что просто прочитать пасук отрывок, это как увидеть верхушку-верхушку маленького айсберга. И я, значит, начал изучать Мишли, я начал проводить уроки. Два года я каждый день проводил урок по Мишли. Есть 350 уроков, записанный цикл уроков. И в итоге у меня получилась книга «Комментарии на Мишли». Вот сейчас я как раз только вчера подписал с издательством книжники, что они будут ее издавать. Сейчас они ее готовят к издательству. Но книга Мишли, она о пяти вещах. Есть там «Царь Шломот», «Шлома Мелак». Он в книге Мишли отразил всю божественную мудрость, то, что Бог сказал, как работает. В первую очередь книга Мишли посвящена тому, чтобы выстроить свои взаимоотношения с Богом. То есть там идет конкретно, что ты должен Богу и как с Ним устанавливать отношения. Это одна часть Мишли. Вторая тема Мишли – это твои взаимоотношения с собой, со своей головой, со своим телом, со своими желаниями, со своими инстинктами, со своими привычками. То есть там есть очень много про то, каким образом поставить себя под свой контроль. Как известно, самый отрывок из Мишли на эту тему – это когда в Пертьявод задается вопрос, кто Дибор, кто Богатырь. Помните? Кто Богатырь, кто помнит? А Ковеш – это Ницро. Тот, кто победил свои царара. Тот, кто победил свои инстинкты. Тот, кто управляет собой. Как сказано в Мишли, тоф эрахапаем, мидибор, бэмушель барухоми лукатир. Значит, лучше долготерпеливый, чем сильный. То есть терпеливый лучше, чем сильный. Тот, у кого есть настойчивость, он станет сильным. И даже в бою победит, если два человека одинаково сильные. Кто победит? Выносливый. Терпеливый лучше, чем сильный. И тоф эрахапаем, тот, кто управляет своими эмоциями, своим гневом, он лучше, чем тот, кто захватывает город. Тот, кто может вспылить, вспыхнуть и погаснуть, это намного менее сильное качество, чем тот, кто управляет своими эмоциями и может их, может собой управлять. А Мишли полностью рассказывает как. То есть первая тема – взаимоотношения с Богом. Вторая тема – это взаимоотношения с собой, управления собой. Третья тема в Мишли – это деньги. Деньги, богатство, успех, материальный успех в мире, как выстроить свою жизнь в материальном мире. Четвертая тема в Мишли – это семья, воспитание детей, отношения с женой и так далее. Это пятая тема в Мишли. Значит, сегодня мы хотели поговорить о чем… А, и тут интересная история. У меня есть идея, я очень хочу, чтобы книгу Мишли изучили все. То есть есть такой закон в Торе, что, значит, если ты хочешь что-то получить, то ты должен помолиться о своем ближнем, чтобы он это получил в первую очередь. И тогда ты получишь то же самое. Причем я никогда не знал, что это учится из нашей сегодняшней недельной главы. Я только сегодня это узнал. Что вот этот закон, что тот, кто хочет что-то получить, вначале должен помолиться за ближнего, чтобы это получил он, учится из момента, когда Бог сказал царю Элемелыху, что ты должен сейчас попросить Авраама, чтобы он помолился, чтобы у тебя открылись там все твои возможности опять рожать, размножаться и так далее. И если он о тебе помолится, то тебя отпустит. И там Раша прямо объясняет, Раша объясняет, что прямо после этого написано и забеременела Сара и родила Эцхака. И Раша прямо там пишет, что вот отсюда, из этого места учится, что тот, кто хочет что-то получить, пусть вначале помолится за ближнего, и он получит это вначале. То есть Сара забеременела это еще до того, как Авраам попросил за Элемелыха. Понятно, да? Теперь, поэтому я всегда то, что я сам хорошее что-то получаю или хочу получить, я стремлюсь, исходя из этого закона, это как закон, то я хочу очень, чтобы то же самое получили все люди вокруг меня, чтобы Всевышний дал каждому богатство, благополучие, деньги. То есть если я молюсь за каждого, то я знаю, что Всевышний мою молитву потом примет. Если я хочу там, если кто-то хочет, например, жениться, кто хочет жениться? Все, значит, надо молиться за то, чтобы другие, те, кто хотят жениться, женились, нашли жену. Не надо бояться конкуренции, потому что Всевышний каждому подготовил свою семью. Значит, нужно просто хотеть, чтобы у других получилось. Хотеть, радоваться, молиться за них и так далее. То есть это как сгула, это как средство, а так оно работает. Теперь, поэтому я, так как мне Миша и книга очень в жизни помогла, то я хочу, чтобы много очень людей ее изучали, чтобы они ее действительно изучали и выстроили свою жизнь, исходя из этой мудрости царя Шлумо, которого Бог называл мудрейшим из людей. Но мне издатели сказали, что очень много людей, им нужны только деньги. Им нужна реально, им нужна больше, самая интересная тема, это вот эта тема про деньги. И если я хочу очень много книг, чтобы купили, и если я хочу, чтобы много книг изучали Мишлей, то нужно сделать отдельно книгу про деньги. Я сейчас сделал вытяжку, вот вы первые слышите из этой, будет отдельная книга, значит, царь Соломон про богатство и деньги. Я сейчас вам хочу несколько из этой книги, чтобы мы разобрали несколько отрывков. То есть у нас план такой, что сейчас до 9, 15 минут мы разберем, сколько успеем, несколько отрывков, и потом я поотвечаю на ваши вопросы. Хорошо? Хорошо, значит, первый отрывок в книге Мишлей про деньги, это 17-й отрывок первой главы. То есть до этого царь Соломон говорит о том, для кого он написал Мишлей притчи, для каких целей он написал. Он говорит про духовность, про служение Богу, про то, что начало познания Ирата Шем и так далее. Теперь первый раз он касается темы деньги в 17-м отрывке первой главы. Перевод такой, что просто так бесплатно рассыпают семена под сетью, думает птица, которую ловит. То есть птицы как раньше ловили птиц. Тут надо понимать, что современный человек не знает вообще, как раньше ловили птиц. Раньше ловили птиц следующим образом. Значит, брали, вешали сетку, вешали сеть такую, сетью плели из веревочек давным-давно, еще в древности, и под сетью сеть ставили на палочки такие, и под сетью рассыпали зерно. Приходят птицы такие, думают, опа, повезло, думает птица, зерно. И она, значит, давай это зерно кушать. И в это время те, кто ловят птиц, что делали? Выдергивали палочки. Все, сетка на птичек, птичек съели. Значит, ну, понятно, это притча, метафора, о чем она учит. Она учит, что в жизни есть, вот мы все хотим что-то получать. Человек так устроен, что человек хотящий. То есть мы все хотим что-то получать. Вся жизнь человека – это реализация каких-то желаний. Хочется пить, например, да, вот хочется пить. Значит, я хочу пить, появляется желание пить. В это время интеллект, он начинает искать, где вода. О, почти вода. Потом потянулся за водой, правильно? Взял воду. То есть, когда человек что-то хочет, то ему для того, чтобы получить желаемое, ему нужно приложить усилия. И чем больше желаемое, тем больше ты должен приложить усилия, чтобы это получить. Теперь, человек может в жизни или зарабатывать, он вкладывает усилия, он работает. Даже Тора начинается с того, что Адам, Леомаль и Юлад – человек рожден для труда. Бог, когда создал человека, он ему сказал, вот ты будешь сейчас… Адам решен первый чек, ты будешь сейчас охранять сад, охранять и возделывать сад. То есть, надо работать. Теперь есть второй процесс в мире. Второй процесс в мире, когда человек получает желаемое легко. Вот просто ему на шару достается. Например, вы знаете, что некоторые люди выигрывают в лотерею? Ну, их мало, но они выигрывают. А вы знаете, что примерно 90% из этих людей теряют все деньги в течение первых нескольких лет? То есть, я прям исследования читал, историю, у меня в книге Мишли я прям привел истории, что с ними происходит. Просто сносит башню, за год, за два просто человека разносит. Почему? Он получает что-то, не приложив никаких усилий. И то, что человеку приходит незаработанное, тоже в Мишли там дальше есть об этом посуд, в этом нет благословения. То, что легко приходит, легко уходит. То есть, ты или ты должен поработать и получить награду, заработать, или ты можешь забрать, но потом тебе придется за это расплачиваться. И первый же отрывок, царь Саламон всех нас, он всем нам говорит конкретную вещь, что бесплатный сыр бывает где? В мышеловке. То есть, если ты что-то получишь, ты обязательно за это должен будешь заплатить. Если ты, ничего не бывает просто так, то есть, за все нужно платить, это закон жизни. И с этого царь Саламон начинает про деньги, историю. И бывает еще, тут интересно, я специально посмотрел в Танахе, где рассказывается про жизнь самого Саламона, царя Саламона. И там Бог, когда его благословлял, он его благословил, чтобы у него было богатство, чтобы у него было, значит, богатство, слава, почет и долголетие. И интересно, что там комментаторы говорят, что слава и почет, они бывают, приходят человеку действительно через благословение. То есть, бывает, что деньги приходят, вот просто там кто-то благословил, поперло, вот как у меня было, когда я начинал свой путь, поперло. Повезло, все. Но потом оно, то, что легко приходит, легко уходит. Но долголетие, долголетие, дается только, Бог поставил условие, что будет у тебя долголетие только, если ты будешь идти по путям Торы. То есть, если почет и богатство он дал без всяких условий, то долголетие он ему сказал будет, если ты будешь идти по пути Торы. Как известно, царь Соломон умер во сколько лет? 52 года, и у него, потому что женщины, жены, на которых он женился, совратили его сердце. То есть, даже если мы видим, что кому-то прет, вот кому-то везет там и так далее, и мы говорим, а вот этот человек, он ничего не соблюдает, он, значит, там ведет себя некрасиво, нечестно и так далее. Может быть, ему прет, но это все временно. То есть, есть еще параметр долголетия. Я думаю, что никто не захотел бы поменяться с тем же Стивом Джонсом, который умер там в 50, по-моему, 5 лет. И, ну, то есть, лучше человеку... Я вам рассказал первый отрывок, сейчас расскажу последний сразу, хорошо? Значит, последний отрывок про деньги. У царя Соломона это отрывок из... Значит, последний отрывок про деньги. Это 30-я глава. А, я сегодня взял до 15... Я взял сегодня, извините, я взял сегодня... Думал, мы пройдем всего лишь там 10, 5-6 отрывков, я не взял до конца. Но вам расскажу тогда, я по памяти. Значит, последнее, что царь Соломон про деньги сказал в книге Мишли, это 30-я глава, где-то там в середине. И он сказал там так, по-моему, 8-й отрывок, что две вещи просил я у Бога всю свою жизнь, чтобы он от меня эти две вещи не удалял от меня. И о чем он молился? Сам царь Соломон о чем молился всю жизнь Богу? Первая вещь такая. Шав Ведвар Казав Архек Мимени. Пустое и лживое отдали от меня. Значит, пустое и лживое. Вот мы все живем в мире истории. Люди с экранов, там, с журналов, с книг, просто в разговорах, с каждым что-то продвигают. Вот каждый человек, спроси любого человека, ну, как дела? Я сейчас тебе расскажу, как дела. И давайте продвигать свою жизненную философию. Царь Соломон говорит, пустое и лживое отдали от меня. То есть, он говорит, вот я хочу видеть, где правда, где истина, где 100%, а где пустое. То есть, он просил, чтобы весь Инстаграм убрать от него. Простыми словами. Убери от меня, он говорит Богу, пустое и лживое, убери от меня весь Инстаграм. Раш Веошир. Раш Веошир – это бедность и богатство. Аль Титенли. Не давай мне бедность и богатство. Он просил у Бога. И трепени лэхэм хути. Накорми меня законным хлебом. Значит, и дальше он объясняет, потому что, может быть, я стану богатым и скажу, что это я все достиг. То есть, забуду, что все от Всевышнего. И, может быть, я стану бедным и буду вынужден обмануть, украсть и так далее. То есть, между этими двумя обсудимым он объясняет, что практически любой человек, когда ему нечего кушать, он готов украсть, обмануть и так далее. То есть, он как бы сообщает все, что действует. Оно так действует. Это факт. Я много лет работаю в бизнесе и понимаю, что любой человек, включая самых честных, если у него, не дай бог, там заболел ребенок, нечего кушать и так далее, он спокойно, может, неспокойно, но он все равно обманет и так далее. Теперь царь Соломон просил, что бедность, вот эту бедность, когда ты вынужден из-за куска хлеба, ну, ты не можешь без этого, и богатство, когда у тебя слишком много денег, и когда у тебя слишком много денег, это очень тяжелая ситуация, потому что, ну, такое ощущение создается, что ты прям хозяин мира, что все тебе должны, что ты там центр вселенной и так далее. Он говорит, этого мне не надо. И трепени лехом кутина, корми меня законным плембом, чтобы я честно, хорошо зарабатывал свои деньги, чтобы у меня была любимая профессия. Золотая середина. Это как конец. А между этим он объясняет про деньги, как все это достигнуть, но, значит, сейчас уже 20.55, мы еще один отрывок успеем пройти. Значит, отрывок второй про деньги, это 19 отрывок первой главы, и он говорит следующую вещь. Кен архот коль бутсея бетса, эт нефеш баалав и ках. Дословно переводится так. Так же пути каждого алчного человека. Бутсея бетса – это тот, кто жаждет наживы, переводят на русский. Есть люди алчные. Алчные – это, ну, я могу так сказать, я очень хорошо понимаю, что это, потому что у меня мышление все время включает, вот, любая ситуация, я вижу, как заработать, я хочу. То есть, зачем, почему, но я, например, не могу сказать, что у меня это сильно развито, вот эта пружина, сильное желание хотеть зарабатывать. Я как-то был, ну, близко общался, был советником. Я сейчас работаю, кстати, с очень богатыми людьми, как коуч, и вот они очень похожи. Но первый раз я столкнулся с очень богатым человеком, он еврей такой, очень был богатый. У него на тот момент было 300 миллионов долларов. Он был в Форбсе. А я был тогда вот только, как раз я после Ешивы, я только начинал там обучать, коучинг, тренерство и так далее. И как-то я с ним был, ну, в достаточно близких отношениях. И когда был такой случай, значит, он очень, он был как царь. У него свита была, и вокруг вот все ему, его только хвалили, все вокруг него, ну, потому что он тратил в месяц вот так, наличные у него на карманные расходы было 150 тысяч долларов. И он месяц их тратил. И все, кто вокруг него были, они очень с этого зарабатывали, ну, отдыхали, очень он добрый, хороший человек был. И как-то очередная гулянка, а он сидит такой, он все время задумчивый был. Все время он, ну, вот такой, не то, что задумчивый, все время он такой двигатель, все время он что-то хотел делать. И выпили, и один такой тоже подходит из его свиты, такой из его окружения. Ему говорит, а вот, говорит, а я знаю, чего вы не радуетесь. Это было в Тель-Авиве на берегу, это Средиземное море, так красиво, гостиница, стол там, ну, в общем, все такое. А он сидит такой задумчивый. И этот ему говорит, а я знаю, почему вы не радуетесь. Он говорит, почему? Он говорит, вот вы смотрите на море и хотите его купить. А он реально, ему хотелось, ему все время хотелось получить больше, чем у него было, причем больше намного. Вот я иногда тоже поражаюсь, но это то, что царь Соломон сказал, вторая вещь про деньги, что пути каждого, кто жаждет наживы, и он действительно вот алчный, он сильно этого хочет. Это забирает всю душу человека. То есть у тебя на все остальное не хватает ни сил, ни времени, оно тебя полностью съедает. Это первое объяснение. И второе объяснение, это, что тот, кто жаждет наживы, его душу это может забрать. Фактически в среде тех людей, которые очень сильно борются за деньги, у них постоянно конфликты. Конфликты, суды. Если это преступные деньги, то убийства, то есть между вот эти разборки постоянно в группировках и так далее. То есть это тот, для кого деньги являются вот этой самой главной ценностью, это забирает душу. И твою душу забирает, потому что ты только об этом думаешь. И фактически может послужить причиной смерти, потому что эти люди очень сильно друг с другом конфликтуют. Ну, мы это видим, знаем. Спасибо. 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 Спасибо.